мы же находимся на вершине этой пирамиды наших предков вот ты илья да мы стоим на вершине потому что сколько их под нами там этих это этой корневой системы и задача это такая чтобы продолжить его пока мы в стволе пока мы ствол вот цагир имбек родился да вот крона и для нас это крона он для него мы корни я думаю что важно с достоинством выполнить эту задачу не попортить это древо выполнить вот эту вот миссию да а миссия она не насильственная она не такая что вот будь таким или будь таким и так да не придай вот эту картину будущего вот служи ей я часто детям говорю если не знаешь как поступить поступай правильно азаматтер мен айгылы олардың унигеледе уэрсты уэмір жолы басынан кешкен тендықтары оны жене билген қажыр қайраты бүгінгі берекелі бет бұрс пен зору өзгеристер заманында жастар үшін үлгі болатын үлкен мектеп солардың сапында кешегі кенес одағымен 70 жыл бірге жасасқан ыстығына күйіп суығына тонған қан майданда ерлігін көрсеткен халқы үшін қажыма еңбег еткен ұрымбек смағылы бай сейтіп ұрымбек смағылың өткен өмірі оның әр жылы әр күні әр сәті қиылы ғойқаларға толып олғаны жындық Өрымбек ағам 1922 жылы қайнарда шонғал деген зер болуан екен қайнардың басынан бір жеті шәқірім сонда туыу өспіті бірінші жет мен ұрымбек ағамды 1946 жылы көрдім 46 жылы мен ән дозгияға да В этом году я был в 19-м году, я был в 19-м году, и я был в 19-м году. Абралы жерінде ерен өнер иелері көп болған. Олар жайында талай деректермен аңыздар жазылып, өленмен жырлар айтылып жүр. Ал енді сондай сегіз қырлы бір сұрлы өнері өлкесіне кеңінен танымал жандардың біразының ғана есімдері ел ауызында сақталып қалған. Сондай саңылақ өнерпаздың бірі әнші Палуан Аспапшебері Рымбектің әкесі Сымақ Байсейтолы. Дед к рождению отца был личность, известная в степи, в семье, и известность-то его была его вот этим свободолюбием, вот его вот этим тем, что называется казах или казак, это этимология, то есть вольный, скажем так, безопределенных занятий, да? Ну, что мы о нем знали из рассказов его современников, друзей, людей, которые его знали? Что он боролся, что он был очень сильный, хотя при этом не был тяжелым, толстым и так далее, был просто сильным, жилистым, да? Побеждал на тоях, да, на ярмарках там, то есть ходил. Играл на домбре, пел, мало того, что он сам конструировал и делал домбру. Акем, не, тақтай бірдім, а кепперед, а Сымақ жақсаған баяк, он жақсаға дейді. Он баяк, Джон домбра стеді. Сону, қолдан жез, Акем тақтай бірдім, а кепперед, а Сымақ, сону, қолдан жез, домбра степпереді. Домбра степ, сону, домбра бізгейді қалды. Акем Марқымының айтқанна қарағанда ұрынбектің әкесі жас кезінен ел арасында күрес көтсіп, өлің айтып, домбра тартып, жүрген серілеу адам бау өсіпті. Мөлшері 1915-ші жылдары Тобүкделіне шыңыстауға нағашына барады. Нағашына барсы, сол елде бір үлкон той бөп жеттіп. Тойға балқашшағынан керейдеген елінен шыңжырлаған балуан әкелет көресуге. Шыңжырлаған балуанды ортаға шығарады, олы өкіріп, топырақ шашып, табықты балуандарын шығарыңдар, балуандарын болмаса жолынды беріңдерді. Сонан ішкім батып шығалмайып. Сөз шамасы 19-дағы кезі Сымағағай нағаш атасынеген батаңды бер мен көресуге. Сәте с means кереттем, балуандарын әріп, бастай батып шығарады әкелетеля берің батып шығарады. Еніген батып шығарады, балуанды ребята байтыск еліндердердерден. Соғы кресушқығарады, болу, wipedай түріх шығарады. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Рынбектың анасы Кажей Тейшубай Ултанулы деген байдың қызы. Аргынның қарагесеуге ишінде байборы бәті руман. Атанасы мәпелеп өсерген солу көркіне ақыл парасат сай қыз болса керек. Батыр смакта тегін қызға ғашық болып, ұзатлып паражатқан жерінен алып қаша ма? Бай тұқымы кезінде смакты кедедеп менсімбеген бұлар. Әйтеуір кәжейді айтырған күйеу тобы қалыңдықты ауылына алып кетіп паражатқанда аттың кұлағында ойнайтын сері жігіт жалғыз өзі келіп-келігіп, қалыңдықты көренші деп арбаға жақындайды. Үш-түрт бөзеткен қыздардың ортасынан кәжейді өліп алып қаша жөнеледі. Күйеулер тобы тұрақ оғанда көбін қамшымен ұрып аттарынан аударып тастап, смак құтылып кетеді. И украл, и ускакал. И вот отец мой, он рожден от этой девушки, которую мама его, моя бабушка, которую украл дед, смак. И если сегодня, ну просто так представить себе психологический портрет того времени, ну разве может добропорядочный, спокойный ремесленник украсть чужую невесту, понимая последствия, понимая то, что эти сопровождающие знают, кто он такой, а дальше отец рассказывал о том, что он, конечно же, привез ее, я не знаю, прискакали они, приехали, как это было, домой, и у него было много братьев, Усмака шестеро, по-моему, их там семеро было, и тогда Байсейдов ему сказал, ты хочешь, ну накликаешь такую, конфликт на семью. Поэтому вот тебе конь, вот тебе еда, вот тебе что там, возможно, и уходи. И уходи, а никто не спрашивал, куда уходи. Уходи. Арады біраз уақыт өтеді. Урланған қыздың уақиғасы ұмтыла бастағандай. Енді жігіттің басты міндеті өз шаңырағын көтеру. Атанасының қолында еш нәрсеге мұқтаж болмаған аяулы әйелін лайықты өмірмен қамтамасыз ету. Сымақ мал табамын деп семейге барып тұрады. Бірде ауылға «Сымақ қайтыс болды» деген хабар келеді. Мұны естіген кәжей өмірім сәтсіз болды деп жоқтау айтып жылай береді. Алайда көп кешікпей, «Сымақтың өзі аман есен елге оралады». Қазағы ұшыраған басқа «Сымақ болып шығады». Қуаншқа қуаншқа қосылып, жүкті болып жүрген кәжей аман есен босанады. Үлкендер «Сымақтың елге қайтып оралуы жақсы ұрым болсын» деп, дүниеге келген баланың атын «ұрымбек» деп қояды. Вот если сейчас уже так думать, ну, во взрослости, в понимании системном, то «Осмаке», да, конечно, конечно, он был таким. Почему? Потому что, если бы он был взращён в ценностях наших с тобой сегодняшних, но никогда бы маленького мальчишку там годовалую дочь бросить и уйти куда-то на Иртыш, и по причинам только ему понятным, что нет еды, наступает голод или так далее. Ну, как можно их оставить в землянке? Жену, там, 10-летнему мальчишку, его там годовалую сестру, грубо говоря, и уйти в неведомы. 30-шы жылдардың басы – қайғылы ауыр ашаршылық заман. Сымақ ертістен өтіп, сону нәләсі бір жаққа ақша табуға кетеді. Иде Рымбек, анасы кәжеймен, қарындасы бәтші қалады. Жеке үйлері болмақты. Кашандай жер кебелерде тұрпты. Осындай ауыр тұрмыстан әбден қажыған олардың штамы таусылғандай болды. Бала Рымбек, әкесі сымақты іздеп жолға шығады. Бойызға отырады. Ақша жоқ, демек билетті жоқ. Вагон төбесінде тұғылып қымтырылып барады. Бар билетіні, Новосибір қаласы, Ермак көшесі, нөмір 13-ші үй. Я не знаю, любил ли он Смаха так, как я его, потому что... Ну, Акиме, он поехал его искать. И вот на этих товарниках он приехал, на крыше приехал. Беспризорник, по сути, тогда и времена были беспризорников. Еще один беспризорник, казачонок десятилетний. И вот он рассказывает, вечером, уже в сумерках, до станции дошли, и он спустился, и идут военные, говорит. Ну, в форме, в гимнастерках какие-то, красноармейцы, может, уже тогда. И он спрашивает, дяденьки, а где здесь улица Ермака 13? Они ему говорят, ну, пошли, пацан, с нами вместе. А он говорит, нет, говорит, идите впереди, я буду за вами метров 50, я, говорит, за ними шел. И, а почему, говорит, а потому что люди ели. И вот это для него, как бы, это естественно. Значит, для него в эти годы, вот голод в Казахстане, 32-й год, то есть для него это было, что, без сомнения, это не какая-то придумка, что эти двое могут его съесть. Это же, представляешь, какая должна быть голова у мальчишки, который это воспринимает, ну, как реальность, как угрозу. И при этом двигается, действует, идет к поставленной, решает поставленную задачу, грубо говоря. И вот они идут, я себе могу представить, Новосибирск, в 32-м году, темный, идет этот мальчишка-казаченок, метров 100 от этих двух. И они уже впереди кричат, вон, видишь, огни внизу, в порту, в речном порту, видишь, вот там Ермака 13. И он тогда свернул и двинулся туда, а когда стал подходить к этим баракам в порту, он говорит, я услышал песню казахской на дамбре, и голос, и говорит, и просто шел на этот голос. И пришел деревянная казарма, он говорит, я дверь открыл, большой деревянный стол, сидят казахи, а во главе сидит отец на дамбре играет и поет. И он остановился и говорит, ой, сын пришел. И тут, ну, баде понятны, упал, разрыдался и так далее. Вот так он нашел свой ватса. Аңгімеміздің басында айтылғандай қазақ даласында ерен өнер иелерімен батырладың есімдері тек деректерді емес. Елдің ауыз әдебетімен жырларында аңыз болып сақталып қалған. Олардың ішінде сері сымақта бар. Енді абыраны жерін айтар болсақ, бұл ел таланттарға, қазақ халқының тарихына өзіндік үлесін қосқан тұлғаларға бай. Олардың ортасында ерекше орын алу отырған қазақтың атақты әншісі, 20-ші қасырдың басында Европаның жүрегі Парижде дүниер жүзіндірліктірген әміре қашау байыр. Міне сол әміреге арнаған пайамасында Сарарқаның белгілі ақыны қайырбек шағыр Сымақ туралы бұлай дейді. Күшіне өнері сай Сымақ осы, Көзінде қайсарлықтың шырақ оты, Арқада қоғын көрген абзал сері Мәдейдің болған екен бұдад осы. Рымбектің балалық шағы алай түлей заманда өтті. 30-ші жылдары Қазақ даласы ашаршылықта шұрады. Халық бет-бетмен қанғыра бастады. Біреулері жат елге қашып көшіп жатса, біреулері отырған орындарында қырылып қала берді. Халықтың басына түскен осынау қасіретті жылдарды Рымбектез есеуге мәжбір болды. Ашаршылық заманның келшылығына қарамыстан мектеп оқуын тастамай жалғастыр бодырды. Аптекарым, фермацевтым, мұж бұд бұд, даже начальникам фармацевтического управления. 1941 жылы ұлы отын соғысы басталады. Рымбек қызыл әскер қатарына шақырлып, Алматыда жасапталған дүзінші дербес атқыштар батариясына қосылады. Рымбек біраз әскерей дайындықтан кейін Зенбірек рәшетінің командирі болды. Майданға аттанды, қан төгіс. Майданға бірге аттанған соғыс тәжіребесі жоқ жас шігіттер Рымбектің әскерей жолдастары. Жау сәреттарының астында бірінің үзінен бірі қаза тауыжатты. Бізден командирызбатымыз қашым кашек деген кісі болады бірін үзінен үліненші жас газетінен үрі дактары Сағыстан бірін үзінен. Сағыстан бірін үзінен көмекші деуілеті біктеген үзінен үзінен бірі әлімізбатті оның үзінен бірі. Смерть близких, друзей, все это рядом. Представляю, как он вел этот бой, когда у него оторвала кисть, то есть сегодня человек палец порежет, а у него кисти нет, а он еще воюет, да, у него два пулевых ранения были, ну и так далее, он такой хорошо побитый такой. Бүргүн ұрым бэг айтад, сені естедің бәдей, нені, жанымыздағы батариядың деджамбулдың жігіттері болакын, солар жылқы етін жебжетірекін дейді, қайдын алған, сұрастырсақ, неміспенек ортады, нитераніп ойлы дейді, сонда қалған, қардыңасындағын жылқын етін түндәл жігіттер еңбекте паразикінде кесі бәкеледі кесі бәкеледі кесі бәкелед Аға бар мақшы боламға етке, Рымбек етке, қауіптар жағын емесі, мені болы, ана-уынау бары бар жағын деп мені жібермен деп Рынбекцы, в 1940 году, в 2005 году, в Великоле Луки Каласы, когда в Коршаудах был ухудшим, они были ухудшим. В этом году, в Рынбеке, в Казахстане, в Казахстане, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Қанды соғысты женіске жетіп, жауынгерлік артелеристің жоуын өтіп, кеудесінде жылтыраған әскери данқ медалдарымен екінші дәрежелі ұлы отан соғысы орденімен ұрынбе байсейтіп 1946 жылы елге оралады. Ел толығымен күйреуде, қалық шаруашылығымен экономика қолдырау жағдайында, бір сөзбен айтқанда – жоқшылық. Солғыстан оралған майдангерлер негізінен жаңа өмір күруға дайын тұрған жас ер азаматтар еді. И вот вернувшись сюда, вот как, 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 как он бы воспринимал? Он приходит с фронта и встречает полуслепую мать, отца нету, он и не знал, что отец умер в 43-м году. И как, как жить теперь? Вернулся солдат с фронта. И, конечно, может быть, это так и не очень, но он говорит, ты знаешь, мы все возвращались, говорит, с фронта, то у меня, говорит, часы были трофейные, говорит, вот так вот, два локтя. Ну, это... Ну, трофейные часы, понятно, они там, в Кенигсберге, пока они там это... И он, говорит, продавали на базаре. Продавал часы на базаре, говорит, вот за счет этого и жили. Понимаете. Здравствуйте! И как он двинулся? Надо было выживать, надо было это, он инвалид войны и так далее. Куда он пошел? Он пошел дорогой отца в грузчики на Семипалатинский мель комбинат таскать на барже, которые тогда еще по Иртышу ходили, мешки с мукой. Таскал и таскал, таскал, таскал. Работал где-то, наверное, там месяц грузчиком. Почему я так думаю, что не меньше? Потому что был еще одна вещь, о которой он рассказывал, что был у них сговор и роняли они мешки в Иртыш. И ниже по течению кто-то их собирал. Голодно было, голодно было. И была эта бригада. А потом написал заявление. Заявление в отдел кадров, что я участник войны, инвалид войны, у меня нет пальцев и так далее. Его вызвали в управление кадров и спросили в отдел кадров. Сам писал заявление. Говорит, сам. Не верят, садись, пиши при нас. И вот он пером, а у него был каллиграфический почерк и он к тому времени уже был грамотный человек. Потому что кроме того, что у него было 7 классов плюс техникум фармацевтический курс, еще 4 годы он воевал. А это же грамота. Это тоже его мальчишеские таланты. То есть жизнь его заставляла и казаки вообще умели считать. И я так думаю, что и я вот считать-то в уме, кто-то из моих замов в свое время сказал, но зато лучше вас в уме никто не умеет считать. А меня это бабушка научила. Потому что, видимо, это было еще у казахов, когда они считали в уме стада. Вот они идут стада, их там по 5, по 10 считают, там овец и так далее. И поэтому у казахов очень хорошо с математикой, с арифметикой точно. Я говорю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Этим growling влиянием в разных ситуациях, в нашей стране. Не знаю, что я не знаю, что для всех друг iconic которые ici вот такие… А ещё раз можно спросить, что они требуют, чтобы помimancieing наукру, и если они стадут непонятия, то это как они такие способны. Ох, летали билеры, а тем, кто он под 진행. Ну há пока. И мы их дадили за это так, когда я просто напиться и делал возможности, которые мы хотим edge of the horse. Я пришла домой. Я пришла домой. Я пришла домой. Я пришла домой. Через театре, я пришла к нему вот так. В середине авторского министра я должен был работать со стихотворенным, а также я был в очень сложно о том, что министра, и мы были в связи с детством, потому что в детстве малица я не готов был в России. Это просто о том, что работало. В 1840 году Магриба Сымағыл городов, семейдің педагогикалық училищесінде оқып жүреді. Апасы Батима мен жездесінің үйінде тұрады. Батиманың денсаулығы нашар. Күндердің күнінде Мағриппа апасын зде бір үйге кіреді. 3-4 айел отрекен. Бреусы Кажей деген кісі. Шешесінің ауыдас құрбысы. Кажей апа Мағрипаны бір көргеннен онатып қалады. Сөйтіп үйіне келіп, рүмбекке әйел алсаң, осы баланы аласың дейді. Басқасына рұқсатым жоқ депті. Батима апасыда Мағриппаға сенің тенің сол бала дейді. Әке шешесі дұрс адамдар, сені жылатпайды деп үгіттей бастайды. Бір күні Мағриппа оқудан келсе, үйде екі жүгіт отыр. Батима апасы Мағриппаға пәтеріздеп жүрген жүгіттер дейді екен. Ал өзі жаны қалмай шай беріп, құрметпен күтіп жүр. Сөйтісі досын ертіп, Мағриппаны көрегелген ұрымбек деген батыр осы екен. Сөйті бүтін жүрген батыр, әке жүрген 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 жүрген. Сөйті бүтін жүрген 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 Семей-каласының қаржи техникумын қысқа мерзинде үздік оқып бетеріп, аудандық қаржи бөлімінің учаскылық инспекторы болып қаржи саласында еңбек жолын бастайды. Көбзамай-калалық қаржи бөлімінің бухгалтеры, Семей-областық қаржи бөлімінің аға инспекторы жұмысын атқарады. Изнен бөлім бастығы қызметіне тағайындалады. Солдат пришел с войны, встретил девушку, женился. Еще какое-то время в Семей-балатинске поработал. Его тогда встретил тогдашний министр финансов. Дай бог памяти, как же его была фамилия. Но он прилетел в облфинотдел, и просто солдата встретил. Он и сам был, и помощникам его позвал в 50-м году. 51-м отец приехал. Семей-балатинске поработал. Семей-балатинске поработал. Семей-балатинске поработал. Играет музыка. У меня твой патолог. Я не знаю, что-то слышит. Если я повторюсь, что не знаю, что мы buscando это в Internet. Тогда мне кажется, что у меня не надо это. Я не знаю, что-то такое, что-то. Я говорю, что получается? КОНЕЦ Я задам о том, что вы думаете, что я занимаюсь к жизни. И я называю, что я с вами сегодня, что я не учился и говорю, что я учился. И я говорю, что я не учился, что я учился. Я покажу и улыбнулся, та я учился. И я учился в течение 2 раза, а я учился. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И ежегодно студенты проходят учебную, производственную практику в нашем банке, а преподавательский состав проходит стажировку в стенах нашего банка. Хотелось бы отметить, что филиал в городе Семей банка «Центр кредит», который был создан в 1988 году Баспеком Бековичем Басиитовым, вот уже три года подряд занимает первое место в рейтинге среди всех филиалов Казахстана в сети банка «Центр кредит». Я никогда не акцентировал его должность. То есть в моем ощущении отца это не самое главное. Потому что не будь он министром финансов, он бы обязательно кем-то был, не имеет значения. Не будь у него это, он пришел солдатом-победителем и с этим чувством уже родил нас. И вне зависимости от его судьбы, даже если бы он превратился в диссидента, все равно эта вибрация, эта сущность, эта карма, он уже передал ее нам. И поэтому уже это детали, это конкретика того, что он сделал карьеру в области финансиста. И я помню, что он не был ей горд этой карьерой. То есть он к ней относился очень ровно и спокойно, потому что это никогда не было его мечтой. И я об этом знаю почему, потому что когда я после школы сказал, что я буду поступать в московский финансовый, он не был рад этому. Он был огорчен. Он видел меня математиком. Потому что я подавал в школе очень большие надежды в этом смысле. И с малолетства еще Галина Александровна Задора, учитель из наших начальных классов, она вбила ему в голову, что он будет математиком. Он у вас будет математиком. И я всегда так легко с математикой. Я победителем олимпиады в московском финансовом был и на втором и на третьем курсе. Осы китапта рекены көп жақын кудалары, бауырлары, туысларының бәрінің арнауы бар. Соның кишінде менің ақсақалым кудасы рекеның әділқан зықайып чығарған арнауы. Куда, куда дедің бе. Күйрік бауыр дедің бе. Кудағи мен куданды, кудыр өтім дедің бе. Куда бала қудаша қуанышым дедің бе. Күйеу бала өз балам, төл бұтағым дедің бе. Кызылғанды баталы құлындарым дедің бе. Республика ембегі сіңірген экономисы Қазақсырының министер Арымбек байсеттің тұғанына жүршіл. Қазақтың ембегі әрі атты тақырыптық көрмее. Осы кітап қанамызда жалпы тарих, мәнің шежіреге толы тұған өлке матты кітаптар қойылған. Осы Қайнар ауылынан шыққан тұғақын жазушылар, ембегерлер өшеді кітаптар қойылған. Рымбек Сымақолы байсеттіп 1922 жылы 8-ші Қазанда Семей Олысының Абралы ауданы Қайнар ауылында дүниенге келген. Ембек жолын 1939 жылы саққос есепшісі болып бастаған. Жәненде 1939 жылы осы техникумды айықтап түлегі болған. Біз үшін Рымбек Сымақолы байсеттіп әрқашанды үлгі өнеге болып қала бермек. Остан өндеге ү Lastly, Мұдар ауылыған сан үлгі әрқастысы үлгі үлгі әрқашанды ғаған үлгі өніңе қолдары үшінде де бүлгі. The esknek кереке үлгі қасған үлгі қаған жылы 1 м �есе еікгіме болып айықтыңыз. И вот эта открытость миру, и вот радость всему. Он шутил, он же был очень остроумный. О, здравствуй, Саги. Саги, иди поздоровайся, иди ко мне, давай. Кто это люди? Здравствуй. Давай поцелуй Аташку. Поцелуй Аташку. Ты мой золотой. Сагирымбек. Его же Сагирымбек зовут. Вот, да. Сагирымбек, это видишь, я рассказываю как раз про Аташек. Смотрю, заглядываю. Иди ко мне. Ой, будь здоров. Точно Сагирымбек. Точно Сагирымбек. Вот мой внук. Да иди ко мне, иди, я покажу дядю тебя. Саги. Ну, что ты сразу в технику лезть, имущество чужое. Саги. Ну, иди, иди, я тебе, да, иди ко мне, иди. Ну, смотри, на камеру посмотри. Давай, иди ко мне. Вот сюда встань. На секунду встань. Да, 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 заходи, да. Ну, это да. Сагиба. Будибо. Давай, покажи нам. Давай. На, я тебе ручку подарю золотую. Саги, скажи Ата. Скажи Ата. Скажи Ата. Да не стесняйся. Сагирымбек. Мы про Рымбека как раз расскажем. Сага. Сагирымбек.